Сегодня хочу рассказать вам про минерал, который своей красотой и разнообразием цветов покорил мир и который столетиями, тысячелетиями принимали за рубин или сапфир. Этот камень вставляли в величайшие украшения наций и он был свидетелем многих значимых событий прошлого. Но только с развитием минералогии и гемологии удалось полноценно делить этот минерал от корундов. Как ясно из названия видео, речь пойдет про шпинель. И перед тем как мы начнем, попрошу вас подписаться на канал, так как аж 87% зрителей смотрят видео без подписки. Ну и не забудьте поставить лайк и поделиться роликом с друзьями. С вами как всегда Анатолий и вы на канале Тестоун. Приятного просмотра. Обычно название шпинель используется в геологии и гемологии для описания как группы минералов, так и самого минерала. Для группы минералов шпинель это описание оксидов металлов с общей кристаллической структурой. Для самого минерала это оксид магния и алюминия с таким химическим составом и изометрической кристаллической структурой. И сегодня я в основном буду говорить о самом минерале, а не о группе. Происхождение названия шпинель имеет две версии. Первая от латинского слова spina, что означает шип, скорее всего из-за острой формы некоторых кристаллов минерала. Вторая версия от греческого слова spinos, что означает искра, и это можно отнести к блеску самого кристалла. Этот минерал был известен еще с древних времен. Например, в Древней Индии, где его называли красный бриллиант, шпинель считалась символом мужества и силы. Ее часто носили воины Кастыг-Кшатреев, вторая по значимости Варна. Им было поручено защищать общество и поддерживать справедливость. Красная шпинель там также ассоциировалась с защитой от болезней и злых духов, и часто носилась как талисман для обеспечения безопасности и процветания. Древние римляне в своей классификации камней использовали термин карбункул для обозначения всех красных драгоценных камней. Они приписывали этим камням схожие достоинства, считая их талисманами храбрости и защитой от травм. Они также верили, что эти камни можно использовать в качестве средства от кровотечений, тем самым укрепляя их репутацию как камни с лечебными свойствами. Один из представителей группы шпинели, магнетит, обладает магнитными свойствами, что стало известно еще в XI веке. Мореплаватели того времени использовали этот камень для намагничивания стрелок своих компасов, что позволяло им точно ориентироваться в просторах океанов. Это гениальное использование шпинели демонстрирует ее ценность не только как драгоценного камня, но и как важного инструмента для мореплавания от того времени. Шпинель ценилась и в Европе, где ее часто вставляли в королевские регалии и религиозные артефакты. Яркие оттенки и редкость камня сделали шпинель символом власти и богатства. Со времен Средневековья, особенно между 1000 и 1900 годами, регион Афганистана, тогда известный как Балашия, ныне Бадахштан, стал самым известным и важным источником так называемых рубинов. Эта шпинель известна как рубины Баласа, по названию региона Балас, где она добывается. Даже Марко Поло писал об этом знаменитом месте по добыче рубинов и шпинели еще в 1300 году н.э., сообщая, «Камни добываются для короля, и никто другой не смеет копать в этой горе под страхом лишения жизни и имущества, и никто не может вынести камни из королевства». С самого начала было ясно, что эти знаменитые драгоценные камни красной шпинели предназначались только для королевской семьи. Как очевидно, шпинель часто путались с рубинами и сапфирами из-за схожести характеристик с этими драгоценными камнями. Иногда намеренно, чтобы обмануть, иногда по ошибке. В результате ее часто использовали вместо рубинов или сапфиров в различных изделиях, что способствовало путанице и отсутствию упоминания в исторических текстах. Только в 16 веке шпинель как самостоятельный камень был упомянут в трактате «De natura facilium» Георгиоса Агриколы, он же Георг Бауэр, крестьянин. Агриколу часто считают отцом современной минералогии, и его работа заложила основы для науки о минералах и геологии. Именно он впервые использовал слово «спинелла» с латинского «маленький шип», вероятно, из-за острой формы кристаллов минерала. В эпоху же великих географических открытий 15-17 века научное изучение драгоценных камней значительно продвинулось. И в 1783 году француз Жан-Батист Луи Ромеде Лиль, а позднее минералах Рене Жуз Гаюи, закрепили за минералом название «шпинель», отделив ее от корундов на основе различий кристаллических структур. Шпинели относятся к кубической кристаллической системе, тогда как рубины, разновидность корунда, образуются в тригонально-кристаллической системе. Это различие помогло гемологам и ювелирам точно идентифицировать шпинели, проложив путь к лучшему пониманию их уникальных свойств. Сам же минерал часто встречается в актаэдрических кристаллах и имеет твердость по моосу 8, а также высокую прочность. Шпинели обычно встречаются в трех геологических ситуациях. В виде кристаллов в доломитах или мраморах, которые подверглись контактному метаморфизму. В виде зерен неправильной формы в основных магматических породах. И в виде кристаллов и гальки, обработанных водой в алювиальных отложениях. Из-за твердости и прочности шпинель очень устойчива к химическому и физическому выветриванию. Поэтому, когда она встречается в мраморе, доломите или магматических породах, которые легко выветриваются, кристаллы шпинели высвобождаются по мере выветривания этих пород. Затем кристаллы шпинели переносятся вниз по склону массовым взросам или текущей водой. Это помещает шпинель в алювиальные отложения, где она концентрируется из-за своего высокого удельного веса. И именно эти отложения разрабатываются добытчиками драгоценных камней уже несколько тысяч лет. Минерал добывается во многих странах мира, таких как И как только ее не называют, альтернативные названия этого минерала просто потрясают. И это еще не все. Шпинель также известна под несколькими другими названиями, которые отражают разнообразие цветов и форм. Например, черную шпинель иногда называют акиритом или кандитом, в то время как мелкие красные разновидности могут называться рубейс или рубацеллы. Темно-красные шпинели иногда называют рубинами-метлами, брумрубис, в то время как желтые или оранжево-красные шпинели называют рубицеллы. И наконец, шпинелит, еще один синоним шпинели. В основном шпинель состоит из трех элементов алюминий, магний, кислород. Но ее цвет варьируется в зависимости от примесей, присутствующих в ее кристаллической структуре. Присутствие железа, хрома, кобальта или ванадия может придавать ей оттенки от белого до желтого, от светлого-голубого до темно-синего, от фиолетового-синего до красного, от малинового-красного до оранжевого и даже черного. Такое разнообразие цветов делает ее высоко ценимым драгоценным камнем в ювелирном деле. И давайте немного пройдемся по цветам. Красная шпинель, пожалуй, самый известный и исторически значимый цвет. Ее часто принимают за рубин из-за его яркого красного оттенка. Красный цвет вызван следами хрома в кристаллической решетке. Именно красные известные шпинели были ошибочно идентифицированы как рубины, что способствовало их исторической важности. Розовая шпинель. Она варьируется от бледных до интенсивно розовых оттенков. Это также вызвано присутствием хрома, но уже в более низких концентрациях по сравнению с красной шпинелью. Ценят такие камни из-за нежного розового, романтического цвета. Оранжевая шпинель. В ней цвет обусловлен сочетанием железа и хрома. Оранжевые шпинели могут варьироваться от тонких абрикосовых тонов до более глубоких, более ярких оранжевых. Флейм шпинель – это одно из названий такого минерала. Голубая шпинель. Редкий и ценный сорт. Он получает свой синий цвет от следов кобальта в кристаллической структуре. Оттенки синего могут варьироваться от светлого до интенсивно голубого, и они часто напоминают синий цвет сапфиром. А ярко-синюю шпинель с большим количеством кобальта часто просто так и называют – кобальтовая шпинель. Фиолетовая шпинель. Цветовая гамма вызвана смесью железа и таких микроэлементов, как хром и цинк. Она может иметь ряд фиолетовых оттенков, от нежно-лавандового до насыщенного фиолетового. Черная шпинель. Уникальная разновидность, известная своим глубоким черным цветом. Это богатая железом и непрозрачная разновидность шпинели. Ее также называют плеонастом и цейлонитом. Известно, что высококачественная черная шпинель поступает из Мексики и Таиланда, а местные тайские шахтеры называют ее «нин» или «черный камень». Хорошие экземпляры не имеют трещин и обладают ярким блеском. Бесцветная шпинель очень прозрачна и не имеет значительной окраски. Она относительно редка и может использоваться в качестве замены бриллианту в ювелирных изделиях. Ее иногда называют лейко-шпинель. Также можно выделить несколько других разновидностей шпинелей, такие как Ганит. Ганиты, имеющие цвет от темно-зеленого, до черного, являются редким представителем группы шпинели. В ее основе не магний, а цинк. Впервые они были обнаружены в Швеции в 1807 году и названы в честь шведского химика Йоганна Готлиба Ганна, которому предписывают открытие марганца. Ганна-шпинель – редкая фиолетово-синяя, богатая цинком разновидность шпинели. Большая часть мировых поставок ганна-шпинели поступает из Шри-Ланки. Поскольку ганна-шпинель химически находится на полпути между двумя разными видами шпинели, магниевой и цинковой, ее название представляет собой комбинацию этих двух названий. Шпинель также может встречаться в других, менее распространенных цветах, таких как желтый, зеленый и коричневый. Эти цвета встречаются реже, чем упомянутые ранее. Важно отметить, что определенные цвета шпинели иногда могут перекрываться или демонстрировать вариации в зависимости от концентрации микроэлементов и общего химического состава. Красота и привлекательность шпинели вытекают из этого спектра цветов, что делает ее универсальным драгоценным камнем для различных ювелирных дизайнов и предпочтений. Помимо яркой цветовой гаммы, шпинель может демонстрировать и эффект астеризма, и тогда получается звездчатая шпинель. Когда появляются две или более пересекающихся полос, образуется звездообразный рисунок. В зависимости от кристалла, звезда может иметь 4, 6 или даже 12 лучей, а когда образуется только одна полоса, ее классифицируют как кошачий глаз. Звездчатая шпинель высоко ценится коллекционерами за ее уникальность. Такое разнообразие цветов, а также высокая стоимость качественных экземпляров этого камня привело к тому, что минерал начали синтезировать в лабораториях. Один из методов создания синтетической шпинели называют выращиванием во флюсе. Синтетические драгоценные камни, выращенные таким способом, могут расти до ограняемого размера около года, но исключительная чистота этих камней стоит ожиданий. Синтетические драгоценные камни обладают теми же химическими, оптическими и физическими свойствами, что и их натуральные аналоги, но и являются экономически более эффективной альтернативой натуральным драгоценным камням. Наиболее доступным и распространенным методом синтеза для получения корунда и шпинели является метод вернейля. В огне водородно-кислородной горелки расплавляется постепенно подающаяся туда шихта из смеси оксидов. Расплавленные капли, пройдя через камеру плавления, попадают на затравочный кристалл, и постепенно на затравке начинает расти так называемая буля – кристалл, сначала в виде конуса, а потом в виде цилиндра, который впоследствии может быть огранен драгоценный камень. Первая синтетическая шпинель была получена в 1847 году Жаком Жозефом Эбельменом – французским химиком. А уже в 1930-х годах производились синтетические шпинели самых разных цветов, имитирующие популярные драгоценные камни, такие как аквамарин, циркон, турмалин, изумруд, хризаберин, сапфир и рубин. Цветные синтетические разновидности часто обозначаются определенными названиями, такие как розыркон для розовой шпинели, или белый сапфир, хотя этот термин сейчас запрещен из-за его путаницы с натуральным сапфиром. Другая синтетическая разновидность шпинели – странгит, который часто используется как экономическая альтернатива натуральным шпинелям в ювелирных изделиях. Помимо использования в ювелирных изделиях, синтетическая шпинель также используется в качестве огнеупорного материала. Она используется для производства термостойких покрытий на металлических инструментах и в качестве добавки при изготовлении огнеупорных кирпичей и керамики. А твердость шпинели делает ее пригодной для использования в качестве абразивного материала в режущих и шлифовальных инструментах. Также ее можно найти в керамических компонентах для таких отраслей, как электроника и аэрокосмическая промышленность. Говоря про шпинель, обязательно нужно рассказать про самые известные камни в истории, которые скрывались под маской других минералов. Я расскажу про несколько самых красивых и известных образцов шпинели, которые обманывали весь мир на протяжении веков. Эти шпинели ошибочно принимали за рубины из-за исключительного цвета и блеска, и они использовались в королевских и церковных украшениях. Один из самых известных примеров является так называемый рубин черного принца. Этот исторический малиново-красный драгоценный камень вставлен в императорскую государственную корону Англии и выставлен в Таоре. Гладко отполированный и примерно восьмиувольной формы, он, вероятно, был добыт в горах Афганистана. Впервые он появился в исторических записях Испании XIV века и принадлежал ряду мавританских и испанских королей, прежде чем Эдуард, принц-вэльский, черный принц, получил камень в 1367 году в качестве платы за победу в битве. Этот рубин-шпинель прошел через руки многих королей Англии и теперь находится в императорской короне над Алмазом Кулином II. Про эту корону вы можете посмотреть в отдельном моем ролике про драгоценности британской короны. А вот один из старейших задокументированных случаях путаницы между шпинелью и рубином это случай с рубином Тимура, также известным как рубин Тимуридов, Хирадж и Алам Даньмира и Аят Альхур Ока Гурии. Этот драгоценный камень внушительного размера и вот такого веса был захвачен в Индии знаменитым завоевателем Тамерланом в 1398 году среди других драгоценностей. Со временем он перешел в сокровищницу индийского императора Шак Джахана, который особенно известен строительством Тадж-Махала. А рубин Тимура использовался в качестве украшения на его троне. В 1851 году королева Елизавета получила этот драгоценный камень в подарок от остын индийской компании. И тогда он поступил в королевскую сокровищницу Англии, где был установлен в ожерелье. Лишь много лет спустя, благодаря достижениям в области гемологии, он был идентифицирован как один из крупнейших известных красных шпинелей. Самой большой и красивой шпинели считается самарийская шпинель или лал-и-самари. Этот темно-красный драгоценный камень весом около 500 карат является настоящим сокровищем. В камне просверлено отверстие. По легенде, записанной придворным врачом Шахского двора в 19 веке, он украшал шею библейского золотого тельца. Сейчас отверстие закрыто небольшим алмазом. Благодаря этой легенде камень получил свое название, которое переводится с персидского как самарийская шпинель. И он считается одним из самых драгоценных камней иранской короны. Это только несколько известных шпинелей в истории, но на самом деле их много. Можно еще упомянуть, что шпинель широко использовалась во многих коронах в истории. Как примеры, имперская корона России, начиная с Екатерины Второй и заканчивая Николаем Вторым, в Большой имперской короне красуется крупная красная шпинель весом почти 400 карат. Называют минерал шпинель с пафарием. Некоторые считают, что это вторая по величине шпинель в мире. А еще она никогда не считалась любимым. Также шпинель есть и в императорской короне Австрии. Корона была создана в 1602 году для Рудольфа Второго, императора Священной Римской империи. Самая крупная из шпинелей короны, которая так и называется, шпинель австрийской императорской короны, как и многие другие шпинели с европейских корон, сначала было принято за рубин. Сейчас корона выставлена в императорской сокровищнице Хавбургского дворца в Вене. Как видите, шпинель не просто красивый яркий камень, который путает с корундом. Он имеет насыщенную историю и цветовую палитру. Он украшал и украшает великие драгоценности прошлого и настоящего. Действительно, удивительный минерал. Надеюсь, вам было интересно и познавательно и вы узнали что-то новое и необычное из этого видео. Не забывайте про подписку, лайк, репост. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Всем пока.